Три сотрудника рудника Солтон-Сары обвиняются в коррупции. Руководитель рудника, директор золотоизвлекающей фабрики и специалист задержанный и водворенный в СИЗО ГКНБ. По версии следствия, руду с содержанием драгметалла с месторождения Солтон-Сары эти должностные лица воровали, причем систематически, подчеркивают в ведомстве. Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями 27 декабря 2019 года в селе Отток на Рынской области задержана автомашина марки «Мерседес Принтер», при осмотре которого обнаружено 35 мешков золота, содержащего промышленного продукта, общим весом около 1500 килограмм. Примерная стоимость задержанного груза на черном рынке составляет около 4 миллионов сомов. Это образец золотой руды из Солтон-Сары. Его доктор-геолога минералогических наук Кубат Тасманбетов использует в научных целях, демонстрирует на лекциях для студентов. Как вспоминает геолог, 62-летним стажем в советское время на предприятиях добыча полезных ископаемых контролировалась очень тщательно. На каждом этапе проверяли, сколько извлекли руды, сколько транспортировали, сколько получилось золота. За кражу могли и приговорить и к расстрелу. Конечно, воровали, говорит Кубат Тасманбетович, но не в таких количествах. Но что более всего возмутительно, этим промышляют не рядовые работники, а само начальство. По словам геолога, золото с рудника Солтон-Сары так прельщает, потому что из руды его можно добыть кустарным способом, в отличие, например, от сырья скумтора. Для извлечения драгметалла там невозможно обойтись без реагентов. Есть геологические чугунные ступа. И песник называется, сок полик. Вот этот, я каждый день, я буду 100 килограмм дровить, вот такой, с радиорезанью 10 грамм золота, 100 тонн. Я могу промыть любой водой, водосток, и дома, тазиком. Или лоток называется промышленный, старатели. И пустая порода легче, чем золото. Золото остается, я золото высушиваю и из пищи на коробку положу. И куда угодно перевезу и продам. Отметим месторождение Солтон-Сары, расположено в Нарынской области. Относится к РГСОЛТЫНу. Состоит из трех участков. Запасы порядка 20 тонн. Добывает руду там с 1994 года. Работает на месторождении 150 человек. На сегодняшний день ведутся внутренние расследования. Все, возможно, причастные лица рудника Солтон-Сары временно отстранены от работы. Всего их 18 человек. Рудник продолжает работать в штатном режиме. Как будут известны итоги, следствия мы от нас сообщим. Впрочем, на золото-рудном месторождении Солтон-Сары это далеко не первый факт кражи. Госкомитет национальной безопасности не раз сообщал про такие инциденты на объекте. Местные жители говорят, что и ранее видели, как сотрудники фабрики вывозили руду. Сколько раз местное население предупреждало об этом. Рассказывали, какие дела там творятся. Но никто ничего не предпринял. Сотрудники и дальше продолжали вывозить руду. А вот только сейчас их задержали. Но и со стороны местных жителей подобное пресекалось не единожды. Как говорится, тащат, что плохо лежит. Так, три года назад правоохранительные органы пристекли попытку вывоза руды прямо со склада Кыргызалтына. Как отмечали тогда в пресс-службе МВД, ночью несколько десятков жителей села Эмгекчиль проникли в хранилище и попытались вывезти руду в мешках. 23 человека были подозреваемыми. В ответ на обвинения местные молчать не стали. И заявили, что сотрудники фабрики, мол, сами тоже воровали золото. Государственную концепцию, государственную программу не примем. Пока мы вместо посереднической компании, брокерской компании Кыргызалтын не создадим свою промышленную большую компанию, которая будет сами добывать, сами обеспечивать безопасность, эта анархия будет продолжаться. Пока органы национальной безопасности расследуют это воровство народного богатства по статье «Коррупция», Руководство ОАО «Кыргызалтын» отправилось разбираться с кражей руды на место происшествия. Анастасия Соболева, Владимир Колбалдеев, НТС Руководство ОАО «Кыргызалтын»